Итак, дорогие коллеги, я, как и обещал, расскажу вам о Вальтере Бенемене как об одном из создателей марксистского и вообще критического анализа искусства. Это годы жизни Вальтера Бенемене 1892-1940. Родился он в Берлине в состоятельной вполне еврейской семье и более того оставил нам ряд воспоминаний. В своей прозе, такое как «Берлинское детство на рубеже веков», он анализировал свои детские впечатления, как они соотносятся с общим развитием Берлина, претендующего на то, чтобы быть центром Европы. Каким образом Берлин выступает как своеобразная машина, производящая и разнообразные товары, то есть фактически создающая такое первое общество потребления и создающая саму ситуацию секуляризации. То есть когда все прежние религиозные представления, иудейские, и христианские, или какие-либо еще, уже не работают. Это был один из основных вопросов Бенемена о пришествии капитализма как определенной новой религии. Одна из его незаконченных статей так и называется «Капитализм как религия». Он имел в виду, что капиталист как бы находится внутри некоторой церкви, при этом церкви полностью решенной божественного начала, но вполне выполняющей все функции спасения и удовлетворения человека. То есть капиталист или рабочий при капитализме чувствует себя вполне встроенным в систему, при частом определенному порядку, комфортно устроившимся, получающим впечатление. То есть для капиталиста, например, храм заменяется оперным театром, церковная жизнь комфортным сидением в своей удобной квартире. А это умысление именно продолжали многие социальные теоретики и исследователи. Например, современный цифровой исследователь Франко Моретти написал книгу «Буржуа между историей и литературой», где на конкретных статистических данных, например, употребление слова «комфорт» показал, как постепенно это слово из церковного утешения действия Святого Духа стало словом, описывающим быт современного граждан, современного буржуа, который оказывается тем самым внутри некоторой новой церковности, внутри некоторого капиталистического способа спасения своей души, чувства своего некого достоинства, принадлежности к избранным, принадлежности к некоему большому невидимому сообществу, но только благодать оказывается заменена на деньги. Вместо дара благодати свыше, который позволяет чудотворить и тем самым преодолевать привычные порядки, есть исключительно оборот денег. Ну, потому что чудо, понятно, в религиозной сфере – это преодоление привычного порядка. Вот было там пять хлебов, стало там хлебов на пять тысяч человек. Что можно, оказывается, так. Может быть, не только привычное нам потребление, но и щедрость. Деньги же скорее создают не настоящие чудеса по Бенгемену, а мнимые чудеса. Те самые, которые представлены в рекламе. Что, например, эта вещь сделает вас неотразимым. Или эта вещь сделает вашу жизнь прекрасной. Или ваша жизнь изменится навсегда. То есть риторика чуда продолжает сохраняться, но при этом она уже никак не связана с изменением порядка. Ну, например, с учреждением христианского представления о щедрости или милосердии. Здесь возникают исключительно образы, исключительно рекламное действие, но не настоящие. Таким образом, Бенгемен предвосхитил ту проблематику, которую мы знаем, как проблематику рекламной симуляции, которую, например, разрабатывал французский публицист и социолог Джак Бадрияр, который как раз постоянно показывал, как те привычные нам вещи на самом деле являются симуляциями определенных социальных состояний вроде статуса, того же комфорта, того же общего представления о задачах человека или о местах. Интересно, что в описании Берлинского детства Бенгемен, хотя описывает свое детство в целом как счастливое и благополучное, он видит, как бесповоротно меняется мир, каким образом вещи постепенно вытесняют человека и создается некоторый автономный мир вещей, мир потребления, которому человек уже противостоять не может. Профессию Бенгемена довольно трудно определить. Формально он был филологом, исследователем текстов и в качестве своей диссертации он подготовил в 1928 году текст под названием «Происхождение немецкой ворочной драмы». И эта диссертация не была принята в защите. Старшие коллеги посмотрели на нее немножечко так высокомерно, что там слишком много лишнего, слишком много посторонних рассуждений, и они не схватили какую-то главную мысль этой диссертации. А главная мысль была в противоставлении двух типов изображения власти. Как власть изображается в классицистской трагедии, например, французской трагедии Корнеля и Рассина, и как власть изображается в немецкой ворочной драме. Во французской трагедии всегда власть оказывается предоставлена самой себе. Она должна принять некоторое автономное решение, отстоять свой суверенитет сама за счет тех или иных риторических приемов. В частности, что все герои запутываются в понятиях чувства и долга, как выбирать между чувством и долгом, и только власть может указать, что есть правильный долг и что есть правильное чувство. В этом смысле французская классицистская трагедия не просто давала какой-то моральный урок, но и создавала подданного, который подчиняется власти и который принимает некоторую логику власти как само собой разобеющуюся. Об этом писал, например, французский основатель постструктурализма Ролан Барт, который рассмотрел классицистскую французскую драму как первое изобретение буржуазного человека. То есть человека, который убежден в своем суверенитете, в праве самостоятельно определять, что, например, такое чувство и каковы его границы, и, соответственно, который и превращается одновременно в некоего суверенного персонажа, ну и в жертву рока. То есть, например, буржуазный потребитель вроде бы сам решает, какие вещи будет покупать, на какой работе работать, как обустраивать свою жизнь, но при этом он исходит из постоянного тяготеющего над ним рока, то есть общего представления о том, что не все закономерности мироздания и не все закономерности языка могут быть им проанализированы. Немецкая оборочная драма, согласно Бенея, она построена на прямо противоположных принципах. Ее главный принцип – это постоянный пересмотр как бы границ власти. постоянный пересмотр того, а, собственно, что власть может и какие решения она может принимать. И эта драма построена, поэтому, на совсем других основаниях, а именно, что постоянно нужно постоянно власть создает собственные маски, ну, например, один и тот же персонаж может выступать и как справедливый правитель, и как авантюрист. Или один и тот же персонаж может выступать как подданный и как коварный интриган. То есть, внутри барочной драмы существует как бы, ну, несколько масок у каждого персонажа. И каждая из масок надевается в зависимости от ситуации. Саму же ситуацию определяет не логика сюжета и не логика речи, как во французской классицистской драме, а сам ход времени. Например, когда времени мало остается, то каждый тем самым обнажает свою сущность. И в этом смысле барочная драма, она предвосхищает проблему толпы. Потому что в классицистской драме там есть короли и потанки. Там, как таковой, публики нет. Нету толпы, нету народа. Он просто там не виден. В то время как в барочной драме, отданной в этой немецкой драме, они вполне образуют некую толпу, народ, народ, который переменчив, и народ, который поневоле надевает различные маски. В этом смысле барочная драма, она продолжает, конечно, Шекспира. Ну и можно легко допустим просмотреть эти закономерности, ну, например, на Борисе Годуновичке, где появляется народ, который оказывается, с одной стороны, субъектом суждения, то есть он вроде бы выносит суждения и о Борисе Годунове, и о лже-Димитрии, народ безмолвствует, но при этом народ сам не менее притворен, чем Шуйский и другие отрицательные персонажи этой драмы. Он надевает разные маски, он еще более гибок и еще более лицемерен, чем те, кто близки к власти, он в первом варианте у Пушкина уже народ вполне приветствовал лже-Димитрия, и народ, как вы помните, там он даже не очень, не понимает, что происходит, что воскрес ли настоящий Димитрий или не воскрес. То есть народ не выступает никак субъект знания, а как субъект вот такой вот собственной переменчивости. В классицистской драме, говорил Бениамин, все как раз наоборот знают, что происходит. Она основана на знании, на пафосе знания, что в конце концов обретает достоверное знание. То есть это принцип восходящий к Рене Декарту, коги то эрго сум, мысль следовательно существую, а следовательно мое существование в публичном поле, есть обретение достоверного знания о мире. Это такой французский классицистский принцип, который выразился например, я не знаю, в кодексе Наполеона, где четко на все случаи жизни расписаны правами, которые не знают никаких исключений. Знание об обществе тождественно правильному функционированию общества. Знание и есть власть. В то время, как в немецкой обороченной драме, говорит Беннин, наоборот, люди постоянно не очень знают, собственно, что именно там происходит, как именно их жизнь меняется, что происходит во внешнем мире. Они часто действуют под влиянием страстей, под влиянием случайных слухов. Вспомним, сколько в Борисе Годунове слухов. И, в общем-то, эта техника слухов, она, конечно, создана Шекспиром, в Антоне Клеопатре, например, и везде, там, где политические слухи образуют основное политическое поле. Когда никто толком не знает, погиб там Дмитрий, не погиб, когда это все является таким вопросом манипуляции, но никакого либо достоверного знания. И поэтому, хотя Беннин формально писал филологическую работу о подосхождении, драме, но на самом деле эта работа превратилась, по сути дела, в один из первых рассуждений о том, что такое толпа. Что толпа это не просто люди, которые друг от друга сражаются каким-то мнением, а толпа это такой субъект политического незнания. То есть, когда люди устроены так, что они как раз не могут обрести достоверного знания, что они не могут отличить знания от мнения, и данная толпа, как писал Беннин в других работах, она и становится субъектом в общем-то политики 20 века. В этом смысле, допустим, толпа, поддерживающая какого-либо вождя или какие-либо лозунги, это не толпа, которая реально оценивает ситуацию, толпа, которая в принципе не может отличить, где она мыслит, а где есть некоторое внушенное ей недобросовестное мнение. Но мы не будем задерживаться на этой работе слишком долго, расскажем о некоторых других его работах. Бегемин считается обычно не самым простым автором, именно потому, что он, когда пишет о прошлом, он описывает сегодняшний день для него и реальность. То есть, разумеется, он думал, когда писал о немецкой ворочной драме, о нарождающемся фашизме и о толпе, которая не может понять, что она не мыслит, а в данный момент повторяет определенный лозунг. Причем он, в отличие от прежних теоретиков толпы духи Лебон, которые считали, что просто люди заражаются друг от друг какой-то истерикой, он считал, что здесь причины не психологические, а структурные, что так устроено общество, в котором нет настоящего достоверного знания. в котором не элиты не заботятся о знаниях, а только о своих интересах. И, соответственно, и толпа тоже не может приобрести какого-то знания. Это отличается от французской модели такого политического инженерии, где, например, какой-нибудь Людовик XIV считал себя инженером всей Франции, просто королем Солнца. То есть считал, что он обладает этим привилегированным, но при этом достоверным знанием о том, как все должно быть. Бениамин пытался сделать карьеру и в нашей стране. Он приехал в Советский Союз и оставил очень интересные записки, Московский дневник. в этих записках он охарактеризовал очень подробно московскую жизнь. Само переезд в Москву был связан не только с необходимостью зарубка, он пытался устроиться как специалист в большую советскую энциклопедию в институт марксизма и ленинизма, как специалист по немецкой интеллектуальной жизни, но главное это было увлечение русской театральной режиссеркой Аси Лацис, которая была одной из создателей революционного театра. Он даже бросил жену и попытался начать новую жизнь с Аси Лацис, но характерами они не особо сошлись. Вместе с тем Московский дневник это такой на самом деле шедевр наблюдательности потому что он замечает много черт в советской Москве, которые ставят под вопрос действительно ли Москва станет быстро таким образцовым коммунистическим городом и насколько там желанный коммунистический эксперимент действительно удастся. Он говорил там что в частности что Москва это такое место где сразу все обживается. Ну например он ставил такой вопрос что вот в Москве есть ряд новых авангардных театров например театр Мейерфольда но они не стали по-настоящему театрами для рабочих. Рабочие в эти театры не ходят а наоборот входит в престижная публика. при том что это революционный театр который должен полностью поменять язык театральной жизни и который должен объяснить рабочим как устроена собственно социальная жизнь. Но говорит он это связано с тем что в Москве все выживает все делает уютно. Как бы публика привыкает жить в театре в таком уютном доме где дают спектакли где все это уютно. Так же как священник как бы живет в церкви он по-прочему уставляет например литеранского пастора который ходит на работу в церкви как на работу и православного священника для которого это такая домашняя теплая обстановка среди лампад икон и всего прочего. И вот это такие вот наблюдения или например другое его наблюдение он говорит как много несмотря на бедность Москвы как много часовщиков часов и всего прочего. То есть когда люди не могут наладить реально быт то они создают множество как бы приборов которые этот быт претендует наладить. Когда ну как сейчас например в Москве много велодорожек хотя на велосипедах ездит не так много людей ну потому что оказывается важнее создать сначала инфраструктуру а потом посмотреть как именно она будет работать. И значит еще одну особенность которую он в Москве заметил это он произошел в музее нового западного искусства и говорил о том что по сути дело это в Москве размещают произведения особенно современного искусства там касса было все прочее размещают так что прямо уже пространство выходит атаковать тебя. То есть революционность в России она связана не столько с социальным проектированием что ты идешь к рабочим сколько вот с таким новым переживанием некого преображенного пространства. И конечно в этом смысле он сходится с русскими утопистами которые говорили что русская идея состоит в преображении жизни. И все поддержавшие большевиков утописты именно так изображали новый мир как у Есенина в поэме Инония новый на Кабуле едет к миру спас наша вера в силе наша правда в нас. То есть появляется новое небо новая земля и само пространство начинает работать как такой преображающий механизм. При этом он говорил о том что в результате пространства относятся очень расточительно что что очень много все старые конторы заняты разными новыми бюрократами в огромных театрах помещениях почти ничего не происходит. Но в любом случае эти заметки о Москве они действительно невероятно интересны просто потому что он показал как собственно работает специфический русский коммунизм. Не как систематическая работа с самим рабочим классом а как определенное переживание как определенное чувство что перед нами открываются новые фактические способы новые виды церковности новые такие виды переживания пространства когда например памятник Ленину и все эти лозунги воспринимаются как такая большая церковь уже красная в которую превращена вся Москва. Ну это мы только при сказке сказка будет впереди и существенно то собственно что именно Бениамин делал как критический теоретик а как критический теоретик разумеется любой критический теоретик критикует идеологию и здесь нужно тогда сказать несколько слов как понимается идеология марксизма и как ее понимает Бенин слово идеология часто употребляется в узком смысле как ряд тезисов но марксизм понимает ее шире как ложное сознание которое внушается не только словами но и вещами то есть в этом смысле всякий буржуа имеет ту самую идеологию благополучия хотя он может особо не читать книжек или усваивать отдельные слова типа комфорта но как бы сам образ жизни внушает некое ложное сознание что все благополучно вокруг если у меня все благополучно то значит и у всех тоже все благополучно то есть в этом смысле идеологии они действуют они в некотором смысле как радиация они заражают все здесь Вениамин солидарен со своим современником итальянским коммунистом Антонио Грауши который тоже жил в Москве одно время который много сидел в тюрьме и который заявил о том что идеологии они очень часто работают как именно источник гегемонии как то что утверждает как бы права носителей идеологии на то чтобы подчинять себе других ну вот самый простой пример такой идеологии по Грамше географическая карта обычно в каждой стране выпускают географическую карту где страна находится в центре то есть тем самым поневоле внушается идея что наша страна самое главное имеет право на то чтобы ко всем остальным странам относиться с некоторым пренебрежением или например так работает в качестве идеологии в качестве некоторой гегемонии даже например язык ну потому что допустим мы все говорим на одном языке и соответственно воспринимаем там иностранцев национальные меньшинства и так далее как несколько неполноценных варваров и соответственно если для еще для Маркса идеология это прежде всего некоторого рода ложные представления которые создаются властью и которые связаны именно с маскировкой отношений власти и подчинения ну Маркс например говорил как появляется жреческим что появляется избыток продуктов соответственно появляется бюрократия и сразу появляется жречество которое объясняет почему этот избыток продуктов должен находиться во дворце а не быть распределен между всеми породами то есть возникает ложное сознание то есть некоторое представление о величии о власти о том что власть прекрасна там всякие там и в этом смысле например дворец или трон это не менее идеологическое высказывание чем какой-либо текст и вот но для уже для пения именно и для графша идеологию создает не только власть идеологию может создавать и в некотором смысле само население как некоторую такую форму общего заблуждения общего заблуждения о себе то есть например язык который допустим древние греки всех кроме себя считали варварами потому что мы говорим нормальном языке все остальные говорят на не поймите что следовательно мы разумные люди а они не разумные следовательно мы должны их покорять а они не должны вас покорять вот так работает идеология Покурамши и Бенгей как основание уже покорения соседей и идеология поэтому не может быть разоблачена только оспариванием отдельных тезисов и это становится главным вообще одной из главных тем всего того движения которое мы называем критической теорией я отсылаю в своей книге критическая теория где я подробнее об этом во всем пишу но в целом все представители критической теории говорят об одно что идеологическое не может быть разоблачено только с помощью аргументов а необходимо выяснить как собственно производится гегемонт то есть каковы оказываются основания у власти или у населения мыслить ложно каковы оказываются основания того чтобы так сказать использовать нейтральные вещи для того чтобы превозносить себя или превозносить свою власть и отвергать других на тебя непохожих то есть при этом допустим им колониализм ксенофобия фашизм и так далее это только такие следствия появления идеологии а не ее ядро это ее последствия значит то есть сначала появляются вроде бы может быть даже нейтральные желания реконформизм желание быть похожим на всех носить форму быть там приличным человеком быть там я не знаю чистым порядочным аккуратным и так далее но и это поневоле превращается в идеологию и таким ключевым например работой по критике идеологии для Бени именно стало его эссе которое обычно наверное самое цитируемое из его эссе под названием произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости собственно это стало результатом неудачи его деятельность 30-х годов стала результатом неудачи с его диссертацией то есть не получив признание как филолог он получил работу связанную с критикой идеи как раз у основателей первого института по критической теории то есть уставателей франкфургской школы социальных исследователей в главе с Марксом Хоркаймом но история этого института тоже моя критическая теория подробно изложена как сначала ряд этих деятелей сотрудничали с московским институтом марксизма но потом создали в франкфурте собственный исследовательский институт который в полном составе разумеется в 1933 году почти что эмигрировал при этом сам Бенгемин в общем-то эмигрировал не сразу и вся история его эмиграции была очень неудачна он переехал действительно переехал в Париж и несколько лет работал там и вот работа Париж столетия 19-го столетия это как раз результат парижской эмиграции и работы в парижских архивах и собственно в это с целью франкфуртского института социальных исследований было изучать как рождается вот авторитарная личность то есть личность которая поддерживает диктатуру например среди сотрудников был например социолог психоаналитик Эрик Фроум который написал свое исследование вот этой вот зависимой личности как устроена современный человек толпы который ищет себя вождя что это во многом основано по мнению Фроума не столько на тяге к сильной руке на каких-то вот таких частных предрассудках уважения к силе чем-то еще сколько вот на таком фундаментальном недоверии что обычно человек который никому не доверяет он формирует из себя бесконечно манипулирует субъекта поскольку никакое решение он не может принять и не доверяет и собственным решениям в конце концов не верит в себя не только в других но и в себя и такой манипулируемый человек очень легко поддается как раз любой там фашистской пропаганде и потом ну понятно что после 1933 года в Германии никто из них оставаться не мог учитывая еще еврейское происхождение большей части сотрудников и вот парижская эмиграция была не самая удачная потому что заработки были случайные Бельнемин действовал по грантам франкфургского института и ему как раз было заказано изучать истоки фашизма то есть каким образом в благополучной буржуазии жизни 19 века формируется то что можно назвать там современным фашизмом ну или современным там окончательной стадии такого вот развития буржуазной толпы это было несколько исследований и вот например одно из них вот это произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости это результат работы над исследованием медиума фотографии бениумену предлежит и работа краткая история фотографии которую мы обычно читаем в курсах медиа теории и значит основной идеей бениумена состояла в том что по сути развитие техники никогда не является просто нейтральным потому что техника тоже выступает как идеология то есть сама идея воспроизводимости тиражируемости она не нейтральна по своей природе это не просто создание некоторого количества копий это вообще изменение концепции отношения к действительности и в краткой истории фотографии он анализирует как фотография переходит от идеи уники то есть уникальной световой копии к идее тиражируемого объекта и это связано по мнению Бенин с одной стороны с улучшением технических качеств камеры когда можно все рассмотреть детально и тем самым увидеть некие улики и с самой идеей с возрастанием идеи полицейского контроля то есть это изобретение фотографии например совпадает с изобретением современной санитарии то есть некоторых норм что нужно выявить где источник заражения какой колодец заражен то есть даже фотография выявляет какую-нибудь деталь которую мы не замечаем де вису поэтому фотография она переворачивает по утверждению Бенина отношение между действительностью и ее нормализацией так-то мы обычно исходим из того что подлинное это то что мы видим в то время как фотография рисунок и так далее не до конца достоверно это передает фотография превратившись в тиражиром стала основой того что называют критической теорией нормализацией то есть принятие полицейского порядка порядка надзора как некоторого нормального и самой собой разумеющегося то есть фотографии он видит исток нынешних любых систем как бы надзора и контроля и сейчас например в эпоху постоянных видеокамер мы видим дальнейшее развитие вот этой идеи тиражирования и воспроизведения образа в этом смысле наш образ например на видеокамере и оказывается образом в общем-то нас тиражирует нас технически воспроизведенным нас в качестве уличаемых и причем уликой может стать изображение на камере больше чем то что видят в нас например камера может нас заподозрить в чем-то в чем нас не заподозрит полицейский когда видит нас просто нас видит всегда на фотографии всегда как известно подозрительнее субъект выглядит чем жизнь и вот как раз эпоху технической воспроизводимости соответственно меняется и представление о произведении искусства собственно произведение искусства раньше говорит Бенгимен оно бесспорно было привязано к своей ситуации к ситуации в которой оно осуществляется ну например там допустим статуя которая осуществляет себя в качестве ну например центральной точки парка некоторые точки сборки тех смыслов которые можно связать с этим парком в этом смысле прежнее искусство оно действовало как такая вот действительно в некотором смысле культура в таком широком смысле обработка территории то есть допустим плугом мы обрабатываем землю а например статуи обрабатываем парк превращая его в некую осмысленную такую ситуацию как землю когда мы ее вспахали и посадили там хлеб и вот такое как бы такую сборку реальности Вением называет словом аура то есть веяние которая как раз аура отличается тем что ее нельзя переместить то есть аура как мы говорим допустим аура вокруг какого-нибудь человека такое допустим репутация такая аура то ясно что она привязана к человеку и не может быть делегирована кому-то еще в этом смысле ауру нельзя просто там переносить если мы допустим поставим в парке вместо этой статуи какую-то другую то это будет уже новая аура но не будет перемещения ауры то есть нельзя думать как говорит Бенни что например переместив статую в музей мы тем самым с ней как бы полностью или частично переместили ее ауру потому что на самом деле аура полностью просто исчезла в музее появилась другая аура производимая музеем как таким научным институтом аура лаборатории аура научного знания но не аура того прежнего существования статуи поэтому музеификация это как раз полное лишение вещей ауры ради создания совершенно новой такой вот ситуации такого лабораторного производства знания то есть они становятся частью некого завода который производит знания которые ставят для которого как бы то что в него попало это такой материал в то время как и именно здесь возникает уже вопрос о технической воспроизводимости то есть если произведение искусства сводится к знанию и его можно тиражировать например с помощью той же фотографии и это тиражирование оно будет как раз обеспечивать продолжающееся знание о предмете ауры здесь уже не будет но будет определенный способ знать это произведение определенная установка что данное произведение значит то-то то-то и то-то и в этом смысле как раз техническая воспроизводимость она не обязательно становится идеологичной но чаще всего она попадает в поле идеологии и тоже способствует в общем-то идеологизации людей потому что все следуют в некотором смысле одному и тому же стандарту что считается красотой что считается изяществом что считается правильным что считается национальным пейзажем все технически воспроизводимое и оказывается частью идеологического производства часть тем чем изначально оно не было и при этом он как раз говорит о том что значит такое такое воспроизведение и оно вовсе может быть вне идеологическими намерениями но внутри допустим некоторой системы производства знаков оно оказывается частью господствующей идеологии идеологии успеха что нам все доступно нам все у нас под рукой у нас все в виде копий и книжек и это может действительно порождать определенную самоуверенность и многие ну известно как люди очень часто прочитавшие все учебники крайне самоуверенно то есть узнав все по воспроизводимым копиям по учебникам они начинают принимать решения и большая часть решения оказывается неудачными ну собственно основная работа была связана не с историей фотографии и с историей тиражирования а с историей Парижа та работа которую я вам дал читать к семинару это по сути дело выжимка из большого проекта который иногда называют проект аркады или проект исследования пассажей и действительно пассажи то есть торговые центры которые накрыты стеклянным стеклянным просвечивающей крышей становятся главным предметом интереса поскольку они были одновременно символами прогресса и некоторыми такими нейтральными как раз медиумом торговле и того самого воспроизводимого стандарта именно там начали продавать одежду прет-апарте именно там стали продавать продукты с фиксированными ценами то есть окончательно именно там победила техническая воспроизводимость и это действительно наступил вот этот вот век который называют часто там беле пок или век благополучия который был далеко не веком благополучия для всех учитывая нищету рабочих но который воспринимался как сам себя описывающий сам себя декларирующий в качестве века благополучия ну и по-разному этот термин по-разному это сейчас осмысляется в современных теориях ну например там о таком вот веке примерно середина девятнадцатого посередину двадцатого например у Аллена Бадью есть книга век поэтов где он говорит что вот именно поэзия условно от Бадлера до Целана это как раз поэзия этого периода то есть поэзия постоянно проблематизирующая язык и проблематизирующая то что язык может приобрести вот эту идеологическую инерцию преодолевающая вот этот стандартный литературный язык постоянно экспериментирующая поэзия постоянно рвущая с такими стандартами литературного языка этим поэзия века поэтов отличается от предыдущей которая следовала наоборот жанр конвенция но отличается от последующей которая окончательно уже действует как современное искусство современное верлибра это такой уж перформанс скорее то есть уже никак не соотносится с вот этой вот веком поэта где вот именно все создается напряжение между литературным языком и индивидуальным экспериментом каждого поэта или например Жилья Павецки Лили Павецки тоже такой французский историк массовой культуры он говорит о веке моды то есть вот именно периоде проэта парте то есть до этого разумеется просто партнеры месленники а после этого там уже подиумная мода где в общем-то можно все то есть которая тоже как бы не образуется напряжение между стандартом и творческим отходом под стандартом и вот как раз Париж столица 19 века и пассажи это вот как раз период модерна в широком смысле то есть когда с одной стороны огромные возможности воспроизводства и тиражирования вещей а с другой стороны есть определенные и искусство и поэзия и даже в некотором смысле мода пытаются этому сопротивляться то есть пытаются доказать возможность индивидуального по гену творчества и ну и об этом много еще я не не только ну например самый известный марксистский британский историк Эрик Хоббезбаум автор популярных книг по истории долгий 19 век это такая наиболее понятная популярная книга где дается вот эта марксистская интерпретация тех же законов которые вальтерпениями находят при анализе Парюша там он говорит вот это так называемое второе промышленное революции второй половины 19 века где действительно все стало стандартом и в том числе эта революция и создала говорит хоббезбаум традиции ну например известно что русская изба шестершинное бревно мы ее знаем сейчас то что мы видим в любой деревне это в общем созданный нижегородский ярмарки стандарт до этого избы строили очень по-разному но с русской избой ассоциируется в общем-то такой стандарт как-то 19 века равно как тогда же растекают все какие-то матрешки похлама и все прочее то что воспринимается потом как традиция а на самом деле является изобретением вот этой вот эпохи ну все включая традиционность традиционной семьей у нас сейчас же называют буржуазную муклиарную семью вот а вовсе не семью крестьянскую где несколько поколений в одной избе и то есть это эпоха действительно такого создания стандартов создания и эпоха такой вот богемы которая им сопротивляется так почему же пассаж вроде бы такой просто там торгово прогулочный центр стал таким главным средством создания этого навязывания стандартов причем эту эстетику пассажей мы до сих пор встречаем и она часто именно по ней выстраиваются публичные пространства там крытые допустим что допустим обязательно как бы купол заменяет небо когда это самое вот почему потому что это пространство как бы театрализации жизни и подчинение всех некоторому театральному способу ведения жизни то есть все как бы в пассаже оказываются одновременно глядящими употребляющими и одновременно находятся под каким-то взглядом то есть как бы есть зеркала в которых их видят там могут встретить их знаком и в общем-то по-разному в пассаже тем самым осуществляется невидимый но контроль над телом человека а контроль над телом и связь тела и власти это еще одна тема критической теории критической социологии что если ты хочешь утвердить власть то определенным образом контролирует тело ну например самая простая допустим заводская дисциплина как сделать чтобы рабочие не выставали по гудку чтобы все приходили то есть все приучились работать там по гудку работать по значит вот значит работать как значит именно так именно в такой в такой дисциплине именно дисциплинарно и тем самым в общем-то уже никогда не протестовать и собственно все эти техники тела они служат как правило закреплению власти что власть допустим требует ходить именно в такой одежде в другой на досуге заниматься тем этим например таким-то видом спорта и в общем-то чем власть амбициознее тем она больше техник тела использует то есть ясно что например понятно что власть диктаторская есть что нужны парады то есть где все тела маршируют по определенным алгоритмам труд и культ труда какие-нибудь ордена которые модифицируют тело в виде тела такого чести регламентация там домашней жизни все живут там в общежитиях там переезжают в город заводки где приватности нет то что общежитие это тоже такой пассаж и вот что пассаж это то место где на самом деле человек находится под мадзором хотя ему кажется что он ведет себя свободно как такой свободный потребитель пассаж может выступать например бульвар нам кажется что бульвар это такое допустим свободное место где все гуляют и никто не вмешивается на самом деле понятно что любое такое место все равно полицейский контроль присутствие какой-нибудь охраны то есть и главное определенные телесные что все гуляют а не бегают все определенным образом подчиняются некоторому регламенту и вот как раз книга о пассажах это история про то как старые дисциплины которые допустим определяют сословием или монашеским орденом или чем-то еще уступают вместо новой городской дисциплине уже массы такой массовой культуре подчинения и и в этом которое всех на самом деле к чему-то там обязывает и которое при этом именно эту прозрачность использует как в том числе и инструмент контроля ну вот допустим вспомнив как раз Москву 25-го года вот мазолей Ленин лежит за стеклом то есть он еще наблюдает за всем то есть продолжает быть вождем наблюдателем организатором и после своей смерти и и вот как собственно вся книга о пассажах сейчас она переводится и можете ее почитать в журнале Versus там по главам она переводится это большое количество выписок то есть сам Венин не успел завершить эту книгу и все эти выписки они из литературных произведений из газет из каталогов и журналов мод создают вот такую вот образ большого города внутри которого и разыгрывается такой огромный спектакль жизни огромная такая система власти подчинения нормирования новых телесных практик и что любая инновация например газовое освещение транспорт они тоже приводят к новым телесным техникам например ездить на коней верхом это одно а ездить например на омнибусе то есть на повозке вместе со всеми это другая совсем телесная практика носить костюм с галстуком это не то то же самое что носить спецорстку и многое другое и кроме того он обращает внимание на такой нехитрый момент ретрома по всем это что всегда нужно всегда этот Париж 19 века почему-то немножко рядиться в более старые одежды мода на что-то более старое романтизация старой ну как допустим секрет допустим успех романов Дюма типа трех мушкетеров или графа Монте-Кристо что изображены на самом деле буржуазные люди нацеленные на успех на индивидуализм и на все прочее при этом действия происходят в некотором старом старорежимном аристократическом мире то есть существенным оказывается и вот лишить прошлое его ауры и превратить его тоже в ресурс создания современного индивидуализма в создание там способа для современного индивида утверждать себя опять же Бениамин не говорит что там индивидуализм или там полицейский контроль это плохо понятно что без полицейского контроля было бы хуже он имеет ввиду не то хорошо ли это или плохо а как это работает внутри некого культурного механизма выступает как культуролог который сначала выясняет как это работает а уже потом предоставляет читателю выяснить а собственно в какой мере мы здесь можем говорить о власти идеологии сам Бениамин конечно был еще и писателем ну например у него есть остроумная книга 1028 года как раз улица с односторонним движением это такие афоризмы но отчасти пародирующие такие вот циничные афоризмы в духе Оскара Уальда значит в духе ну там всяких других остроумцев в духе Бернусда Шоу и которые собственно и говорят о том собственно как там о современном мире как на самом деле якобы в общем-то высокие культурные обычаи они оказываются обычаями катабилистической эксплуатации например в духе книги и проститутки это одно и то же потому что и то и другое принадлежит всем и за то и другое платит деньги то есть почти такое скандальное рассказывание но характеризующее вот эту идею продаж Брест того что каждый как бы вкладывает в книгу свои индивидуалистические ожидания свои там индивидуалистические желания и но другая сторона и проекта пассажа и прозы Бениамина это как бы вот иллюстрация психоаналитических построений о непроизвольной памяти о том что часто там призраки прошлого они возвращаются ну даже как допустим призраки старого режима что в этом смысле для Бениамина восстановления империи Наполеона третьего оно было неизбежным потому что сами эти процедуры потребления всего высокого и прекрасного в конце концов создали вот этот вот фантом Наполеона третьего такой улучшенный несколько мещаниш копии Наполеона Вильникова вот что это такой фантом созданный обществом таким ранним обществом потребления а не просто политик ну конечно у Бениамина есть немало интереснейших работ и ряд интереснейших терминов ну например он ввел термин yet side то есть время прямо сейчас время прямо здесь для того чтобы охарактеризовать как именно вот это вот переживание как бы непосредственное переживание своей представленности истории что вот ты прямо здесь и сейчас находишься и для в своем одном из последних своих эссе о понятии истории записано незадолго до гибели когда Франция была захвачена марцистами Вени сбежал в Испанию и дожидался визы в США но по ошибке его неправильно формировали о состоянии визы и он покончил с собой боясь что его схватят соответственно соответственно профашистские режимы Испании и Португалии могут его выдать обратно вот и здесь конечно очень интересно что какие идеи допустим в которые он и вот о понятии истории там он говорит о рисунке который подарил ему художник Пауль Клея с изображением ангела с широко раскрытыми глазами ангелу снова все говорить что это образ современной истории то есть это ангел который уносится ветром истории ветром событий но который при этом постоянно глядит на тебя как на оставшегося в истории то есть ты не можешь выйти из истории ты не можешь принять какую стать какую-то метапозицию сказать что я ни за что не отвечаю я на наблюдатель но ты можешь как бы быть представлен этому ангелу то есть как бы разделить вот это несчастье вот этих бурных исторических событий и в этом смысле у Бениамена никогда нет идей что ученый может изолироваться полностью как бы быть в таком кабинете говорить что я как бы не причастен к социальной жизни я такой вот наблюдатель что я такой как бы биолог который наблюдает за лягушками сам не будучи лягушкой что у Бениамена наоборот всегда ключом наблюдения всегда почувствуй своей ответственности за то что происходит то есть он серьезно допустим считал что мы там марксисты чего-то не доработали если Гитлер пришел к власти что мы за это всю жизнь будем нести ответственность вот и и кое-какие кстати интересные вдохновения были у него отчасти где он познакомился с Хорхаймером Адортно что очень поскольку в Германии было довольно бедно жить в 20-е годы они ездили в Италию где было еще дешевле в Неаполе отдыхали поскольку там было просто дешево отдыхать дешевле было там жить чем в Берлине и там они любили там смотреть на местную жизнь такую немножко раздолбайскую такую где что-то работает что-то не работает и прочее и вот как раз он как раз говорит о том что вот пассажи это тоже вот такая вот порис то есть это сложные конструкции где вроде ты находишься под контролем власти то можешь когда-то тоже убежать можешь там идти какой-нибудь свой индивидуализм диндизм стабизм то есть вот такие мысли о некоторых субкультурных таких протестах против этой единой системы контроля его посетили как раз в Неаполе где как бы вот эта несистемность раздолбайства поломки всего когда трава сломается провод сломается его как бы вдохновили на идею контркультуры на идею того что можно прерывать какое-то единое идеологическое производство и здесь вот значит у Бенимина конечно было немало значит единомышленников и конечно допустим ну например из киноведов Зикридс Кракавер выслал очень похожим образом тоже он разбирал почему кино возникает как революционный месседж но потом используется тоже в том числе и для фашистской пропаганды что это тоже связано с определенным установлением стандартов установлением специфической кинематографической телесности когда это уже не камера а тело актера блог актера начинает все решать и как только кино театрализуется то парадоксальным образом он становится более фашистским чем раньше потому что оно изображает как тело в чиненном камере такое идеализированное в форме и поэтому круглые такие характерные тела это ну как у Ленин Рефенштайля это и становится нацистским кинематографом что вот это в отличие от демократического искусства которое наоборот любит неожиданные ракурсы неожиданные не обязательно непонятно тело это или не тело или тень или условная маска или что-то еще то есть в этом смысле как раз субкультуры начинают как раз наоборот всячески экспериментировать с собственным телом всякого рода там татуировки и все прочее с целью как бы разрушить вот это вот единство вот этого как бы показанного открытого так сказать и данного на экране тела которого он производил вот и конечно там в чем-то его идеи пересекались с идеями драматурга и режиссера коммуниста Бертинда Бректа и собственно его как бы театр где уничтожает театральная иллюзия и создается именно новый ракурс восприятия происходящего был конечно для Бенни именно образцом каким может быть настоящее такое вот левое искусство и ну времени у нас совсем мало осталось конечно о Бенни не можно говорить очень много ну действительно можно подвести итоги что действительно он выяснил во-первых там то как роль эмоций в культуре ну например в той же барочной драме как разного рода там меланхолия скука там я не знаю вот это народное разочарование оказывается не меньшими политическими факторами чем какие-то рациональные собраны то есть люди часто принимают политические решения потому что они устали или потому что им противно или что-то еще и поэтому выбирают часто там значит голосуют там за какого-нибудь нехорошего Адольфа потому что вдруг он там показался что он не такой скучный не так надоел и вот дальше мы выяснили что Бениамин это один из первых ангажированных мыслителей то есть мыслителей которые исходят из того что ученый не сидит в кабинете и не разбирается а прямо обсуждает современность то есть он может писать о бантичности о барочной драме о там классицизме о там не знаю девятнадцатом веке о Прусте о Бадлере о ком угодно но на самом деле выясняет причина по которым там коммунисты проиграли фашистам то есть выясняет почему вот такая сложилась сейчас политическая неприятная ситуация и это в общем-то Бениамин для нас важен при том что он как бы писатель скорее даже чем социолог потому что именно он создает включенное наблюдение все эти идеи пассажа которые мы будем обсуждать это в общем-то тоже про про осуществление вот этого включенного наблюдения про то как по-разному мы видим ситуацию если просто смотрим как на ряд явлений когда мы понимаем как там работает память то есть если мы просто смотрим на пассаж нам кажется торговый центр торговый центр но хорошая вещь хорошая вещь когда же мы думаем как там работает память как там возникает реконструкторство допустим что человек начинает любить вдруг старину и обращаться начинает какая-нибудь ретромания а за ретромания следует реакционная политика то когда мы выясняем как работают эти механизмы мы видим ситуацию совсем по-другому то есть социолог не может просто из кабинета пассаж выглядеть просто как пассаж я не знаю там Париж 19 век просто как мегакуллис если же давать включенное наблюдение то видно как на самом деле там производится отношение власти отношение такой вот памяти отношение недоверия к настоящему страха перед настоящим и романтизации прошлого и это вот как раз недавно вышел роман болгарского писателя Георгия Господинова Time Shepter Время убежище там как раз очень хорошо показано как эта ретромания может возникнуть в наши дни где разные страны Евросоюза голосуют на референдум за выход из современности и возвращение в прекрасное прошлое вот и вот это как бы и вот эти уроки уроки вот этого включенного наблюдения работы буквально в поле то есть конечно Бенгемин он и умел сидеть в архивах но он и ходил по улицам московским ну влюбленный там в Асю и по парижским влюбленный уже в сам город там или приходящий в отчаянии от всего что там творится на родине и видно было насколько там страсть насколько вот это действительно негодование переполнимость эмоциями что без нее он не создал своих работ поэтому Бенгемин решил сделать первым героем наших таких портретов великих социологов хотя он не социолог в строгом смысле именно потому что чтобы показать что ну невозможно просто сидеть в кабинете собирать статистику там вопросов и из этого делать выводы об устройстве социальной жизни ну вот значит большое вам спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...